Беда, коль уши не слышат, а рот говорит. Ага, это беда, если уши не слышат, а рот говорит. Да, это реальная беда. Но хуже, когда нет рядом с нами тех, кто мог бы нам об этом сказать. Это еще большая беда, потому что у каждого из нас уши не слышат, а рот говорит. Это бесполезно, это исправлять. Оно чаще или реже случается с каждым из нас. Проблема, когда рядом нет тех, кто мог бы тебе об этом сказать. Некоторые боятся нам об этом говорить, некоторые просто считают, пусть он опускается в эту трясину, еще больше позорится. Это выгодно кому-то. А вот что делать, чтобы прежде чем рот открылся, наши уши услышали? Вы знаете, я люблю проводить два теста. Один тест, в общем, оба теста очень коротенькие, состоят из 10 предложений. И один тест выявляет, насколько ты умеешь внимательно слушать других. Другой тест выявляет, насколько ты способен говорить о себе. И за последние уже сколько лет, 15, я постоянно убеждаюсь, мы более способны слушать других, нежели говорить о себе. И мне кажется, что вот эта вот способность уши не слышат. Она ведь зависит от того, насколько ты способен говорить о себе. То есть, если ты не научишься говорить о себе, ты не сможешь быть внимательным человеком. Ты не сможешь понимать других. Когда ты о себе рассказываешь, ты получаешь обратную реакцию от окружающих людей. И благодаря этому ты лучше понимаешь себя. А лучше понимая себя, ты лучше способен понимать других, слышать других. Поэтому способность слушать и слышать зависит от того, насколько ты способен говорить другим людям правду, откровенно, что-то о себе. Тамара...